С января в силу вступили изменения в налоговый кодекс, что повлекло за собой рост НДС, а это, в свою очередь, сильно утяжелило цены в магазинах и аптеках. Рост составил порядка 5%, что насторожило население и вызвало недовольство у контролирующих органов. Со временем цены немного вернули в стабильное русло, теперь рост составляет 0,2%. Однако контроль за их ростом будет весьма пристальным. Стоит отметить, что у профсоюзов эта функция была всегда. Наши профсоюзные председатели районных объединений осуществляют ежемесячный общественный контроль за ценами на потребительские товары. Проверками охвачено у нас в каждом районе по два магазина. Один магазин сетевой, большой, один магазин небольшого формата. Каждый проверяющий заполняет таблицу, которая есть программа, разработанная Федерацией профсоюзов. И эта информация уходит в Федерацию Минск. Делается анализ по всем регионам нашей страны. И, конечно, информируются соответствующие органы. И Марк, это Министерство торговли для принятия, так сказать, соответствующих мер. Для того, чтобы эти мониторинговые и контрольные мероприятия имели более высокую эффективность в пользу и быстрее давали обратную связь, Министерство антимонопольного регулирования торговли провело для председателей районных и городских объединений семинар по мониторингу цен на социально значимые товары и лекарства. Это, как рассчитывают стороны, позволит выработать механизмы взаимодействия профсоюзных организаций и контролирующих органов в этом вопросе. Среди прочего, это будет и комплекс методик, прежде всего, упреждающего характера. Например, повышение цены на товары у индивидуального предпринимателя. Не всегда с целью получения прибыли. Иногда это бывает от недостаточной информированности и должной базы знаний. Дело в том, что в рамках контрольной деятельности хотелось бы получить более детальную, более точную информацию от профсоюзов, связанную с конкретными продуктами. Для того, чтобы у нас совместно получилась замечательная результативность. Сегодняшнее мероприятие, общение коллег, с моей точки зрения, принесет результат. Если мы найдем общие точки соприкосновения, а мы их однозначно найдем и находим уже, и более детально будем разбирать те проблемы и те всплески, которые имеются в отдельных регионах, мы дадим возможность исправить какие-то оплошности.